Коми-край глазами юных жителей. Народные костюмы, скульптуры из дерева и керамики, вышивка, валяние искусственной шерстью, живописи, графика и еще множество техник выполнения работ, вдохновленных северными красотами. В Национальном музее Коми открылась выставка «Зеркало природы». Ксения Наговонская, одной из первых, познакомилась с детским творчеством. Вдохновиться красотой северного края и создать настоящее творение искусства. Такое окажется под силу только профессионалам. Выставка «Зеркало природы» проводится 19-й раз и является завершением одноименного конкурса. Юные творцы от 11 до 18 лет со всей республики присылают свои работы на конкурс, но до музея доходят не все. Отбор слишком жесткий. По итогам выставки эксперты определяют одного победителя, но уже сейчас признаются – сделать это будет крайне сложно. Работы, представленные с центров дополнительного образования республиканских, это работы простых школьников, простых сельских школ. Мы постарались именно сделать так, чтобы вся республика была представлена здесь. Вообще на конкурс к нам непосредственно в наш центр поступило около 400 работ, но на выставке представлено, мы сейчас производим пока подробную опись всех здесь представленных работ, и потом точные данные мы опубликуем. Ну, я думаю, где-то примерно около 200 работ здесь, потому что мы все-таки ограничены немножко пространством, залом. Название выставки как нельзя точно отражает представленные работы. Животные, растения, заповедные места коми, изделия из природных материалов, выжигание по дереву и даже скульптуры с использованием натурального меха. Разнообразие номинаций позволило юным творцам полностью раскрыться и воплотить свои фантазии в жизнь. Сегодня часто мы, наверное, оцениваем конкурсные работы больше детей в режиме онлайн, потому что действительно IT-технологии позволяют это сделать очень быстро, со всей страны собрать, в том числе и с международных различных площадок. Но вдвойне важнее как раз конкурс «Зеркало природы», потому что здесь можно пощупать, посмотреть своими глазами, и этот экспонат будет в течение определенного времени находиться в музее. Его смогут увидеть большое количество людей, которые посещают национальный музей, и уверен, что часть работ захотят, наверное, как это принято. Кто-то может даже захочет в свою домашнюю коллекцию или в коллекцию других музеев, в том числе, наверное, и за вознаграждение. Изделия действительно достойные. Участники конкурса, пришедшие на выставку, внимательно изучили работы коллег и явно были рады видеть свои. Я нарисовала сову, летящую за мышкой. Это мой любимый живот. Птица, она очень красивая и элегантная. Почему ты нарисовала ее черно-белой? Потому что подумала, надо быть чуть-чуть… Можно сделать потемнее, чтобы быть не такой, как все. Все сделали в цветной. А я решила сделать в графике. Выделиться, кажется, хотел каждый. По работам видно, сколько труда и усердия было вложено. Рассматривая их, скрыть улыбку просто невозможно. Увидеть своими глазами изделия начинающих творцов можно в Национальном музее Коми. Выставка работает до конца мая. Ксения Наговонская, Роман Боровиков, телеканал Юрген, Сыктывкар.